Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. В последние дни я наблюдаю в своем портфеле просто невероятные прибыли на биткоине. Но что же конкретно происходит прямо сейчас? Цена пампится как сумасшедшая, и в этом видео я очень быстро и лаконично объясню, почему это происходит и почему это будет продолжаться и дальше. Но для начала давайте по-быстрому пробежимся по графикам, а потом перейдем к причинам. Во-первых, на дневном графике цена биткоина с марта 2020 находилась в восходящем коридоре. Мы видели множество касаний как верхней границы, так и нижней. В конце концов, прямо сейчас биткоин вырвался из этого коридора и сразу же резко улетел вверх. Буквально одной свечой с 14 тысяч почти до 16. Давайте перейдем на более глобальную картину, тоже на дневном графике. Здесь происходит что-то совершенно фантастическое, ведь если бы я сказал это всего лишь полгода назад, когда биткоин рекордно рухнул, мне бы никто не поверил. Но теперь нам остается преодолеть всего три сопротивления перед тем, как достичь 20 тысяч долларов. Три сопротивления. Просто подумайте об этом. Три. Которые я обозначил красной, зеленой и розовой линией. И если кто-то сейчас скажет, о каком преодолении исторического пика ты говоришь, этого не будет, друзья, для того, чтобы биткоин снова стоил 19 700 долларов, ему нужно вырасти всего лишь на 23%. 23%! Знаете, он ведь это может сделать даже за один день. Почувствуйте, как близко этот момент. И, наконец, давайте взглянем на недельный график биткоина. Раз, два, три, четыре, пять. Пять зеленых недель подряд. Еще и свечи такие длинные. Я таких не видел с 2017 года. Поэтому биткоин определенно находится в ударе. А теперь внимательно. Причины, почему биткоин так растет и почему он продолжит это делать. Во-первых, мы говорим не только об институциональном фома, который сейчас наблюдается. Мы также получили отчет от компании Джека Дорси Сквэр. Опубликован он был сегодня, несколько часов назад. Сквэр сообщает, что через ее приложение Cash App было продано биткоинов на сумму 1,6 миллиарда долларов в третьем квартале этого года. Так что розничные инвесторы тоже участвуют в этом забеге. Но я бы не сказал, что их участие слишком заметное. Масштабы достаточно скромные. Но также мы получаем диаграмму, на которой видна динамика покупок клиентами Сквэра биткоина через приложение Cash App. И вот это уже куда интереснее, чем цифры. Посмотрите, во втором квартале 2018 года с помощью Сквэра было приобретено биткоинов на сумму 37 миллионов долларов. Затем эта цифра топталась на небольших суммах. Но начиная с первого квартала 2020 мы видим огромный всплеск покупок розничных инвесторов через приложение Cash App от Сквэра. И теперь за второй и третий кварталы 2020 года через это приложение купили биткоинов на сумму более 2 миллиардов долларов. Причем лишь в третьем квартале этого года биткоинов было куплено на сумму 1,6 миллиарда долларов. За четвертый квартал пока еще нет информации. Он еще не закончился. Но я уверен, что он будет еще масштабнее. Так что розничные инвесторы Сквэра покупают все больше биткоинов. Однако не стоит забывать и о масштабах, которые пока не впечатляют. Ведь не так много обычных инвесторов сейчас проявляет интерес, как я уже показывал на графике популярности запроса биткоин в гугле. Сейчас этот показатель равняется всего 13% от того, который был в 2017 году. Теперь представьте, что будет с ценой биткоина, когда этот показатель будет не 13%, а все 100%. При том, что биткоин сейчас при 13% стоит почти 16 тысяч. Как мы видим, места для роста у главной криптовалюты очень много. Но и это еще не все. У нас также есть целый ряд публичных компаний, которые инвестировали в биткоин достаточно внушительные суммы. MicroStrategy в 2020 году вложила 425 миллионов долларов, Galaxy Digital Holdings – 134 миллиона, Square Inc – 50 миллионов и так далее. Суммарно эти публичные компании владеют невероятной цифрой – 811 233 биткоина или же почти 13 миллиардов долларов. Достаточно внушительно, не так ли? Кроме этого, имеется еще и фонд Grayscale, о котором я говорил сегодня утром. Эти ребята тоже наблюдают невиданный спрос со стороны инвесторов. И на данный момент они сами владеют почти полумиллионом биткоинов. По более свежим данным на их сайте – это 514 506 биткоинов. Именно столько монет главной криптовалюты они накопили для своих инвесторов. Эта цифра продолжает расти с каждым кварталом. Так что же получается? Розничные инвесторы покупают биткоин, институционалы покупают биткоин, крупные приватные инвесторы и богатейшие индивидуалы покупают биткоин через Grayscale. Но подождите, и это еще не все. Предпоследний гвоздь в крышку гроба всех медведей рисуется на этом графике. Это график баланса биткоинов на большинстве популярных криптобирж. На них наложен график цены биткоина. Как мы видим, начиная где-то в феврале этого года, биткоины активно выводятся с бирж. На биржах их становится все меньше. Что же мы в итоге имеем? Увеличивающийся спрос со стороны инвесторов, как мы уже выяснили. И в то же время все меньше биткоинов на биржах. Понимаете, к чему я веду? Что происходит, когда спрос на биткоин растет, а его предложение падает? Конечно же, продолжение. Пампа. Но и это еще не все. У нас также печатается тезер в рекордных количествах. Если что, с таким количеством тезера не представляется проблемным накачать цену еще больше. Даже до 20 тысяч долларов чуть ли не в один присест. Напомню, для этого нужно всего 23% роста, и это более чем реально. Поэтому, будьте готовы в любой момент. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне всегда приятно. А также не забывайте, что любой рост может сопровождаться коррекцией. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok